На совещании по поводу формирования нового состава правительства Александр Лукашенко сказал, что для него смена кабинета министров – это уже сложившаяся традиция. Всегда на кануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением их насущных вопросов, связанных с их жизнью, экономикой, да и вообще социально-экономическом развитии нашего государства. Эксперты, однако, отмечают, что раньше Лукашенко за два месяца до президентских выборов правительство Беларуси не менял. И поэтому причина кадровых перестановок, судя по всему, совсем в другом. Насчет традиции это все-таки немножко лукавство, потому что все-таки так близко к выборам правительство еще никогда не меняли в Беларуси, вот именно до выборов, за пару месяцев. За этим решением базово стоит желание Лукашенко показать избирателю, что он способен обновлять свой государственный аппарат и предложить им хотя бы что-то новое перед выборами, потому что, как замечают абсолютно все наблюдатели, сейчас проблема с позитивной повесткой. Очень сложно предлагать какие-то там обещания, цифры достижений или хвастаться какими-то цифрами в ситуации такого довольно обвального экономического кризиса. Ну и, честно говоря, многих других кризисов, как во внешней политике, так и в обхождении с этой пандемией и так далее. Но белорусский президент утверждает, что вопрос о смене состава правительства появился не внезапно, а стал обсуждаться еще до распространения коронавируса. Мы решили формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад, и вот полгода мы формировали этот состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдет в смене правительства не следует, и это было бы очень плохо. Плохо потому, что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса. Сергея Румаса, которого Лукашенко отправил в отставку с поста главы правительства, называют в Беларуси премьером несбывшихся надежд. Он занял этот пост два года назад в надежде провести в стране рыночные реформы, однако встретил сопротивление со стороны президента. По словам экспертов, доверия ко многим членам правительства у Лукашенко не было. Их привлекали для поддержки поворота экономики, для переговоров с МВФ, под какие-то конкретные цели, для поддержания финансовой системы. Но они не являлись идеологически близкими к данной системе, соответственно, были наемными работниками, но с минимум доверия к ним. Учитывая то, что управительство очень узкий круг возможностей без разрешения президента, без его одобрения, это, конечно, провалилось. Потому что вся либеральная экономическая идея, она противоестественно самого Лукашенко и его системе. Еще одной причиной отставки премьера, как говорят эксперты, могли послужить личные хорошие отношения Сергея Румаса и белорусского банкира Виктора Бабарико, который в этом году решил баллотироваться на президентский пост. Нельзя этого исключать, так как они из одного круга банковского. Я думаю, они хорошо знакомы, я думаю, Бабарико об этом и говорил. И то, что Бабарико его похвалил, это тоже, скажем так, подточило его позиции. В какой-то степени мы должны понимать, что у Лукашенко очень ограниченный круг источников информации. Мы видим, что он читает телеграм-каналы, которые его критикуют. Он читает российскую прессу, ему это подносят, особенно критическую, где коммерсант берет интервью московских комсомолиц у Бабарико, это для него большой сигнал. И в то же время главный источник — это силовики. И именно человек из этого лагеря, глава Госкомвоенпрома Роман Головченко, в итоге и был назначен на пост премьера. Первый силовик за последний лет 15 на посту премьер-министра, а то и больше надо вспоминать. Но суть здесь в том, что это показывает нам, что Лукашенко видит ответом на кризис, в первую очередь экономически, но и политически, мобилизацию, максимальную мобилизацию ресурсов, мобилизацию вообще государства, такое сосредоточение, если хотите. Кризис — не время в его голове, это не время реформ, это не время ослаблений, не время каких-то вообще перемен. И нужно в первую очередь сохраниться. И поэтому силовик у нас уже полгода на посту главы администрации президента, теперь у нас силовик на посту главы правительства. Специалисты отмечают, что основной задачей нового премьера станет преодоление вызовов, связанных с оживлением политической жизни в стране накануне выборов. Среди силовиков есть очень наиболее влиятельная группа, это группа Виктора Лукашенко и его бывшие таможенники, которые стали во главе КГБ, во главе целого ряда силовых структур, и в том числе ряд из них в администрации президента сейчас занимают ключевые посты. Но я думаю, что как раз-таки при назначении нового премьер-министра, эта группа была главной при определении кандидата. То есть здесь можно сказать, что этот человек, он лоялен, он будет исполнителен, и он как раз будет поддерживать ту линию партии, которую определит Лукашенко на эту избирательную кампанию. Те редкие минчане, которые слышали о смене правительства, тоже предположили, что это связано с предвыборной кампанией. Я думаю, что это, в принципе, сделано с какой-то целью. А с какой целью, это понятно, наверное, для выборов всего лишь навсего. Наверное, он хочет набрать новых сторонников на свою сторону. Он давно говорил, что распустит, и говорил, что подберет такое правительство, которое будет вместе с ним работать. Предвыборный процесс идет в Беларуси уже несколько недель. Эксперты предполагают, что белорусский президент посчитал опасным блогера Сергея Тихановского, которому за короткое время удалось стать самым узнаваемым критиком Лукашенко. Он смог очень эффективно консолидировать вокруг себя протестный электорат, такой низовой региональный, люди, которые традиционно считались электоратом Лукашенко, люди, которые чужды традиционной оппозиции, которым чаще всего неинтересны лозунги про права человека, европейский выбор, белорусскую культуру, мову и так далее. Этот человек пришел к людям, у которых было большое социальное недовольство, и сумел собрать их гнев и сфокусировать его лично на Лукашенко. Это еще одна особенность Тихановского, что он смог, вернее, построил всю свою компанию и всю свою политическую активность на прямом анти-Лукашенковском месседже. У него даже слоган звучит, как «Стоп таракан». Тут повестки другой даже нет. В этом смысле он запасен со всех сторон. Он работает на традиционном электорате, он работает традиционными аргументами Лукашенко, такими довольно популистскими на самом деле. И он не скромничает по поводу своих планов. Он открыто призывает к, если хотите, революции. Тут нет другого слова для этого, чтобы это описать. Он призывает к массовым протестам для свержения власти, к переходу силовиков на сторону народа и так далее. То есть такого радикального месседжа со стороны протестующей части оппозиции Беларусь не слышала давно. И человек, очевидно, набирал популярность. Он собирал сотни и тысячи людей в регионах на свои акции, очереди, поддержки. Просто власть поняла степень угрозы, динамику, в которой она развивается, и отреагировала, как она умеет. Сам Сергей Тихановский к участию в выборах допущен не был. Но власти явно недооценили его, позволив собирать подписи его жене. Тихановский активно включился в кампанию после выхода из-под ареста. И ждать долго ответа не пришлось. На прошлой неделе блогер был задержан в Гродно под надуманным, как отметили правозащитники, предлогом. Его супруга и потенциальная соперница Лукашенко на выборах обратилась с публичным требованием отпустить ее мужа. Во время проведения пикета в мою поддержку для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь была совершена грязная провокация в отношении Сергея Леонидовича Тихановского, руководителя штаба моей инициативной группы. Он был задержан. Судя по видео, имеет место провокация. Я ответственно заявляю, что пикет носил законный и мирный характер. В связи с этим я требую немедленно освободить руководителя моей инициативной группы. Иначе я буду расценивать это как нарушение моих конституционных прав и давление на претендентов-кандидаты на должность президента Республики Беларусь. Тихановского, несмотря на это требование, пока не отпустили. А сегодня МВД Беларуси сообщило, что на даче блогера изъята крупная сумма денег – 900 тысяч долларов. Светлана Тихановская сообщила Deutsche Welle, что ничего не знает о деньгах и не знает, откуда они появились. Эксперты уверены, что давление на блогера и его жену по мере приближения даты выборов только усилится. Фокус сейчас работы властей не в том, чтобы обязательно его наказать. Это как бы тоже часть, но еще в том, чтобы создать ему репутацию уголовника, создать ему репутацию такого маргинала, который непонятно где находит эти деньги, которого в команде много людей с уголовным прошлым и так далее. То есть вот его дискредитируют в первую очередь в глазах людей. Будет ли успешна эта компания, очень сложно предсказать, не уверен. Но я думаю, что вот эта вот маргинализация его и как бы выпихивание его в разряд просто опасных радикалов, он может оттолкнуть часть людей от него, потому что все-таки ассоциироваться… Белорусы довольно спокойный народ и ассоциироваться с человеком, который воспринимается властью как такой опасный уголовник, ну может быть рискнуть не все, а только вот преданные, которые просто априори высматривают все это как, ну, компанию вранья и дискредитации. Главная опасность для Лукашенко, исходящая от Тихановского, как отмечают эксперты, это возможность того, что блогер способен вывести на улицу критиков президента. Для современной Беларуси случай неординарный, и власть, возможно, начала его бояться. Потому что авторитальные режимы, они падают по двум причинам в большинстве своем. Они разрушаются изнутри, и часть элит просто отвергает систему и становятся оппозицией, и используют свои возможности, свой аппаратный вес, свои связи для того, чтобы скинуть режим. А второе — это массовые протесты. Конечно, если на улицу выйдет 200 тысяч человек в Минске, то ничего с этим никакая армия силовиков сделать не сможет. Интернет-активность имеет угрозу именно тогда, когда она выплескивается в офлайн, когда она выплескивается на улицу. Интернет и вообще Телеграм, как мессенджер, и, в принципе, новые технологии — это, конечно же, вызов, потому что им сложнее с этим справляться, безусловно. Они не могут отключить Телеграм, и российский опыт это показал. И это их тоже злит в каком-то смысле. Но до тех пор, пока люди, герои онлайн, они выходят в офлайн, они могут себя относительно спокойно в Беларуси чувствовать. Ну, будет какое-то давление, но не уголовное. А вот выход в офлайн — это та черта, после которой власть включает на полную катушку свой механизм подавления. Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Для Александра Лукашенко, который бессменно занимает пост главы государства на протяжении почти 26 лет, они уже шестые по счету.